Вопрос о дорогах и чистоты Уральска на контроле главы региона. Акимовластин ремонт урегалиев проинспектировал некоторые городские объекты, сделав при этом ряд замечаний и раздав поручения соответствующим органам. Все подробности далее. Яма на яме, ямы погоняет. Так сегодня можно сказать про улицу Шолохова. Однако ситуация в скором времени может измениться. В этом году планируют провести капитальный ремонт полотна. В частности, речь идет о реконструкции участка в 6,1 километра. Это позволит увеличить пропускную способность за счет расширения дороги. Глава региона ознакомился с планом модернизации. На данный момент мы не можем точно сказать, когда начнем, потому что проходят тендерные процедуры. Последние работы сейчас завершаются. Сейчас идет проверка и анализ всех проектных документов. К началу работ мы готовы. Акимобласти поручил ускорить темпы и приступить к строительным работам в начале мая, ведь объем предстоит выполнить немалый. Большая стройка идет в 10-м микрорайоне. Однако подрядчик работу выполнил грязно, на что обратил внимание Акимобласти. В частности, из-за строительного мусора, оставленного застройщиком в Арыках, талые воды не уходили туда, куда нужно, и произошло подтопление дороги. Почему вы не смотрите за порядком? Почему здесь лежит строительный мусор? Неделю вам даю, чтобы все вывезли. Пригласите все контролирующие организации. Руководству местной полицейской службы поручаю разобраться в ситуации, сделать соответствующие предупреждения. Часть строительных работ встала на паузу из-за несублюдения ряда требований. Речь идет о возведении многоэтажек по улицам Шамелова и Тауэльсаздак. От больших зданий перейдем к менее объемным. Речь пойдет о частном секторе, который глава региона также не оставил без внимания. Мусор, мусор и еще раз беспорядок. Вот что предстало взору Наримана Турегалиева. Акимобласти отметил, что жителям необходимо соблюдать чистоту, а предпринимателей, допустивших антисанитарию, вообще следует наказывать. Что это? Вы вообще знаете нормы? Правила благоустройства? Это все должно быть на вашей территории, а не за пределами. Это уже территория города. Если каждый будет так поступать, что тогда будет? Поручаю привести все в порядок, и вон там нужно проверить законность. Акимобласти поручил поменять место парковки авто для аренды на трассе Самары-Шимкент. Это связано с тем, что из-за стоящих здесь грузовых машин и спецтехники часто образуются заторы на дороге. Кроме того, несколько объектов предпринимательства в районе Байтирек нуждаются в немедленной уборке. Соответствующую работу необходимо проделать местному руководству. Привести в порядок нужно и территорию вдоль линии железной дороги на въезде в город, отметил Акимобласти. Даже в поселках нет такого беспорядка сейчас, а в городе такая грязь. Должно быть стыдно. Вдоль железной дороги столько мусора. Необходимо провести субботник. Найдите хозяев этого отрезка пути. К какому участнику он принадлежит? По правилам благоустройства есть два постановления. Первое касается ухода за зелеными насаждениями. Второе по чистоте и благоустройству города и других населенных пунктов. В соответствии с ними наш город должен быть чистым. Если это не будет соблюдаться, то по кодексу об административных нарушениях будут накладывать штраф. Ржавые газопроводы и обветшалые линии электропередач. Вот вопрос, который требует немедленного решения. Акимобласти дал ответственным органам соответствующее распоряжение по устранению неполадок. Кроме того, в стороне отца начистки не должны оставаться организации собственников имущества. Еще одна проблема – стихийная свалка в районе Центрального рынка. Нариман Турегалиев осудил тех, кто незаконно вывозит отходы и поручил соответствующим органам разобраться в этом вопросе. Везде должна быть чистота и порядок. Если вы не будете принимать меры, я буду принимать меры в отношении вас. Приходите и проверяйте. Вы же знаете, во сколько они приезжают. Они к этому привыкли. Если они ночью приезжают, значит проверяйте ночью. Чистота Уральска будет находиться на контроле главы региона. Нариман Турегалиев поручил соответствующим органам предоставлять ему отчеты о санитарной очистке два раза в месяц.